Здравствуйте, с вами снова Мистер Снэйк, продолжаем проходить в Коттер 2. И произошла тут такая беда, удалил все свои видео, поэтому пришлось с самого начала все переиграть, но попытался отыграть в точности так же. Вот, по-моему, там у меня лишний майнинг лазер какой-то где-то нашелся, а так, в принципе, все то же самое. Вот. Так что, если кто-то внимательно за инвентарем следит, то имейте в виду, что я начал заново. Ну, здесь мы пытаемся при помощи дроида получить сразу доступ к ангару, но мы его не сможем получить, потому что там удалена проводка, сейчас нам это сообщат, и придется как-то по-другому получать к нему доступ. Во всяком случае, вторая дверь точно открывается, значит, пока туда и отправимся. Кстати, в этих журналах говорилось о том, что дроиды решили вдруг ни с того ни с сего починить наш корабль, поэтому он стоит там целехонький. Ну, то есть, это не совсем наш корабль, потому что вы знаете, что это корабль Ревана, вот, пока еще непонятно, откуда он здесь взялся и кто именно нас вытащил судьбоносца. Но пока ясно точно, что кто-то заблокировал навигационный компьютер голосовой блокировкой, и там вот тип, который это все говорил, предположил, что это сделала старая женщина, которая уже мертва, но на самом деле-то она жива еще. Кстати, вынужден тут извиниться за то, что я сказал, что в этой игре я набирал там довольно большой уровень, по некоторым меркам, 36-й там или 38-й даже. Ну, на самом деле, я его набирал, просто, видимо, тогда я какие-то баги все-таки использовал. Вот, говорят, что, в принципе, там 30-й вот такой вот левел набрать, в принципе, реально, 31-й можно набрать уже, ну, только совсем жестко упоровшись. Ну, и вроде кто-то говорит даже, что набирали 32-й и 33-й, но тут уже верить или нет, это право, в общем-то, каждого человека. И было бы очень бы замечательно, если бы вы меня в дальнейшем бы тоже поправляли, потому что, хоть я эту игру и много проходил, ну, просто невозможно здесь все запомнить, так как оно есть, потому что игра сложная по своей структуре, не в смысле хардкорности, потому что в этом отношении она достаточно легкая. А вот показать там полный сюжет, получить влияние там у всех персонажей, это требует, ну, там, запоминания всех этих диалогов, и ради этого прохождения я запомнил достаточно дофига вещей, ну, и другие какие-то базовые у меня уже повылетали из головы. Ну, добрались мы до какой-то консоли, сейчас попробуем открыть доступ вот на административный уровень, ну, и, в принципе, с этой консолью больше ничего сделать нельзя. Так, это что такое? Похоже, наш дроид попал. Ну, все, больше, наверное, мы его не увидим. Да, это ему еще немного времени. Похоже, но странно, что он не связался с нами. Они заблокированы вручную, поэтому я сказал ему открыть аварийный люк. Он не мог бы спать вверху 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 вверху. Не знаю? Эта вспоминка, я слышал, вот отборка. Наверное, ничего там, кроме суперситного лекаря и укропаемые вверху вверху вверху. Ты бы не едиот, чтобы туда туда туда. Ты или ты очень умный, или очень狂ый. Или обоих. Хорошо. Я попробую наблюдать вещи снизу. Будьте внимательны. Единственное, что двигаться туда туда, то, что, наверное, это быть мировые дроиды. Окей, постараюсь А, отлично, теперь нас Атам будет еще и доставать по Камлинку Кстати, если бы мы здесь играли бы за женщину, то Атам бы стал бы к нам приставать Ну, скорее тут подобрать слово «клеиться» И это было бы очень забавно Но, к сожалению, при игре за женский персонаж, вот такого флирта какого-то я увидел в своем прохождении меньше Чем при игре за мужика Хотя, странно, наверное, все-таки я много чего здесь пропустил, потому что, по идее, должно было быть все наоборот Ну, еще, насколько я знаю, а, ну да, сейчас нам Атам еще что-то там попытается посоветовать Отойди от Камлинка нафиг Вот, давайте нам будут глупые советы, которые совершенно мне не нужны и только будет время занимать Так вот, таковых романов здесь, как в первом Которе, особенно как в Масс Эффекте, нет Вот, можно будет пофлиртовать с тремя вашими сопартийками Это если вы за мужика играете, а вот за женщину, что-то я вообще такого не увидел То есть, по-моему, с ней пытаются флиртовать какие-то, ну, обычные NPC-шки, которые разбросаны по всей, в общем-то, галактике Но не особо, впрочем, и с мужиком бывает, что так же флиртуют А вот она сама со своими сопартийцами, по-моему, только с одним Если я сейчас правильно помню, да и то это ни к чему такому не приводит Хотя, возможно, никто на меня не обращал внимания, потому что за женщину я всегда играл за ситха И лицо у нее, конечно, было к началу даже игры не очень Вот, но, тем не менее, потому что я этого всего не увидел, поэтому я здесь за женщину люблю играть меньше Кстати, есть здесь плюха, которую я успешно прошляпил, перекачав сильно убеждение в самом начале Но здесь будут появляться мины, которые, в принципе, можно было бы уже себе на раннем этапе забрать Толку от них поначалу никакого нет, разве что там несколько дверей только открыть Вот, в которых ничего, по-моему, особенного не лежит Но также не только дверей, а еще и сундуков запертых, которые можно открыть только минами Ну, тем более, что у нас все равно этого нету, навыка компьютерной безопасности И вот было бы неплохо уже к этому моменту иметь взрывчатку плюс два Тем более, что мы имеем минус один от интеллекта, но, правда, я уже шмотку нашел на плюс один к разрушению И также, получив третий уровень, можно будет прокачать форс вейлер, который нам успешно добавит плюс два очка И минус интеллект у нас пропадет И на... ну, при таких вот цифрах, по-моему, уже можно будет собирать эти легкие мины и также их устанавливать Но, естественно, у меня это уже не получится Я хотя бы получу опыт за то, что я их обезврежу, будет меньше, но на самом деле не настолько критично Потому что там за легкие мины все равно его слишком мало дают Вот Правда, жалко, что я, если не успею прокачать еще на один... ну, вот этот навык взрывчатки Здесь он так переведен, просто я играл в другую локализацию, где это было названо как разрушение И не смогу попасть, по-моему, там в две локации В одной из которых, по-моему, что-то хорошее лежало Впрочем, в любом случае, чего бы там хорошего не лежало, никакой имбы вначале вы не получите И поэтому, ну, то, что я там какое-то... какое-то улучшение не найду В любом случае, это на прохождение никак не повлияет Вот здесь вот вы видите, что довольно горячо Дальше будет и разумно включить здесь специальный шахтерский щит, который мы нашли Который поглощает это самое тепло Ну, еще и на скорости вы можете пробежать, не получив вообще повреждения Если будете бежать без скорости, он у вас там, ближе к концу, закончится Сейчас я, естественно, сразу вырубную беру, потому что, чтобы не тратить очень много медпаков поначалу Потому что есть вероятность, что они просто закончатся Опять у меня персонаж затупил Не исправили они, к сожалению, баг с остановкой вот этого персонажа на месте Который лечится опять только сейфлодом Но, к слову сказать, эта часть стабильнее гораздо, чем, в общем-то, первый корт, который вылетает гораздо реже Поэтому, в общем-то, я здесь после каждого шага и не сейвлюсь Давайте я слегка обращу внимание тогда на прокачку Я качаю по максимуму убеждения И, ну, в общем-то, я здесь вспомнил, что больше определенного значения его смысла использовать нет Почему? Потому что мы будем находить шмотки на плюс харизму Плюс у нас есть еще форс вейлер, который дополнительно нам плюс 5 харизмы может дать Вот, и, ну, суть в том, что здесь есть какое-то определенное число максимального навыка Больше которого качать, по-моему, бессмысленно Вот, если точно кто-то знает Я точно знаю, что двадцатки не хватит для того, чтобы снимать все мины Это для навыка разрушения Вот, и если кто-то точно знает цифру Какое там нужно максимальное число Для того, чтобы убеждать всех, кому можно И также снимать все мины, которые могут сняться Но они здесь все могут быть обезврежены Пожалуйста, напишите, потому что, ну, чтобы другим персонажам, в общем-то, не перекачивать бесполезные уже способности Хотя, я помню, тоже где-то читал, что чем больше ваш навык, тем, в общем-то, больше вам опыта за вскрывание замков-то точно уж дают Или, возможно, это просто от левела вашего зависит Потому что здесь такая, ну, можно сказать, тестовская система Я условно буду называть, что чем больше ваш уровень, тем больше уровень ваших врагов Ну, соответственно, замков там и всего остального Хотя, точно я насчет вот замков, то, что они от вашего уровня, зависит не уверен Почему? Я говорю это все приблизительно Потому что здесь, на самом деле, точно знать оно нафиг не надо Игра достаточно легкая И особо заморачиваться здесь, там, просто с идеальной, с математической точки зрения прокачкой Ну, смысла нет, вы все равно будете всех овнить под конец одного удара Ну, это правда, если вы хотя бы примерно как я качаетесь Потому что, ну, когда я первый раз эту игру проходил Естественно, последние боссы у меня вызвали некоторую сложность И я их тоже минами там застраивал Пока оставим этот замок Если я успею докачаться еще до плюс левела То попробую его открыть при помощи мины Ну, иначе придется его взламывать при помощи вот этой вот горелки плазменной Которую я до сих пор таскаю Хотя у меня уже виберклинок есть Но мне просто она больше нравится на первом этапе Потом, естественно, я поменяю ее на виберклинок Тем более, когда найду для него какое-то улучшение Также я там вырезал все мины, которые я снимал И еще обращу внимание на то, что я на консоли поставил, чтобы дроиды атаковали друг друга Таким образом вы получаете халявный опыт и не слишком заморачиваетесь Ну, потому что здесь, как и в первом кодере, совершенно неважно Убиваете противников вы или они сами друг друга режут Опыт все равно получаете вы Вот, поэтому игра, в общем-то, поощряет вот такие какие-то обходные пути Потому что если вспоминать какие-то другие игры Когда вам предлагают, например, ну, чтобы ваши враги друг с другом расправились А вы спокойно перебили там остальных Вы теряете просто огромное количество опыта Здесь же, помимо того, что все равно вы весь этот опыт собираете Вы еще получаете дополнительный за какой-то обходной путь Вот, сразу бы хотелось оговориться там насчет сюжета Потому что уже первые претензии, как обычно, появились Вот, я буду о нем рассказывать Просто сначала еще совершенно все непонятно Что здесь, собственно, происходит Наш герой вообще ничего не помнит Он толком там даже, кроме Атана, ни с кем не разговаривал Если я буду сейчас в какой-то сюжет углубляться То я просто начну спойлерить Ну, собственно, зачем Прохождение будет достаточно длинное По длине, я даже думаю, чем первый поттер И про сюжет мы успеем проговорить Я успею рассказать про всех ситхов Про которых я еще не рассказал Но я надеюсь, что успею Вот, и это мы еще с вами обсудим Сейчас пока рано еще что-то об этом говорить Вот, ну и также, если кто-то мое первое прохождение Не смотрел или уже забыли Я расскажу, как, в общем-то, я эти игры прохожу Чтобы вы не спрашивали, почему я то не использую и это не использую Вот, сейчас только нам тут Атан кое-что сообщит И забаговался его первый месседж Ну ладно, там ничего интересного было Что за сигналы? Ну и сколько у меня времени Ну так вот, я не использую никакие щиты Если у меня герой джедай Ну а так как он, в общем-то, с самого начала им является То поэтому я эти щиты юзать и не буду в процессе всего прохождения Единственное, я там вот этот майнинг щит Или как он там правильно называется Заюзал, где это, в общем-то, имело смысл Но иначе я бы, по-моему, там не пробежал бы Возможно, успел бы Но там по, в общем-то, прохождению надо было его юзануть И поэтому я это и сделал Вот, и в дальнейшем, ну, использовать я их просто не буду На тех персонажах, которые у меня являются ситхами или джедаями Совершенно неважно, короче говоря, имеют связь с силой Вот, а также я еще не использую стимуляторы Тем же самым персонажем Потому что, во-первых, это не джедайский путь совсем Юзать это все Вот, и во-вторых, это уже какая-то имба Там есть такие стимуляторы, которые дают плюс 6 к атрибутам И это уже вообще читерство какое-то Ну, с моей точки зрения Вот, также я не использую головные уборы разные Ну, только если они чего-то интересного не дают На персонажах, чтобы было видно их лица Во всяком случае в диалогах Поэтому, в общем-то, я сейчас визор себе и не нацепил Который мне там дает резисты к звуку Там еще к чему-то уже не помню Вот, ну, открываем, в общем-то говоря Этот сундучок Два сломанных предмета Там оказались из-за того, что я сломал грубо И прыгаем вот сюда Очень эффектно перекатываемся Кстати, от взрыва Здесь будет достаточно длинный диалог До самого конца, в общем-то, части Поэтому, если вы это дело не любите Ну, тогда уже все Геймплея больше не будет Увидели мы этого типа, кстати Которого в журналах, если кто-то внимание обращал И... вот это поворот Откуда ты меня знаешь? Я не твой хозяин А кто был твоим предыдущим хозяином? И почему же? Ну, давай я буду решать, что скучно, что нет Почему я этого не помню? Меня вырубили? Что ты имел в виду под фразой накаченной? Ясно Я заканчивался Я имею в виду под фразой накаченной Моя вокабулятор, кажется, не функционирует Ну, ладно, что дальше-то было Рецептация Следовательно, что необычное количество Коинсиденций, которые led to the cascade failure And the Harbinger system Мы были оборудованы By a small freighter With unknown ID-код It appeared, that this freighter had been attacked And the captain wanted to study it This freighter appeared to be still space-worthy Your cargo compartment was breached And you were taking on board the freighter And shortly, before the Harbinger systems began to go critical I, too, managed to board the freighter Before the Harbinger destruction We were most fortunate to have survived, master А есть людей, кто стоит за нападением на это судно? Evaluation Master, I do not know Judging from the damage It had been attacked by a much larger vessel And when it attempted to escape the Harbinger With you on board It was fired all again Evaluation It seems strange that such a small vessel Has a high probability of attracting attention to much larger vessels Not a welcome trait in a freighter, to be sure Evaluation Evaluation I believe it was a smuggler's vessel by the name of the Ebon Hawk Speculation As to its purpose I do not know Perhaps it was always its intention To play dead and kidnap you off the Harbinger And rob me of my bounty Evaluation Evaluation And by bounty I refer to your life, master It would pay me to see you damaged in any way Ммм, короче, Черный Ястреб прибыл сюда. И с чего это вдруг? Субтитры создавал DROID, Субтитры создавал DROID, Субтитры создавал DROID, Интересно, как же они узнали, что я джедай? Возвращенная ответа, почему я им сказал, Мастер, Вы – эксиленные джеды, кто служил с Реваном в «Мандалорийской войне», не так? Я надеюсь, что все, что произошло, не было результатом мискоммуникации. Если так, то проблема влезет в основных датабах, которые неудачно спотты. Погоди, ты о чем? И, сэр, все, что произошло, было, потому что они верили, что ты был джеда, Мастер. Они спрашивали, что делать с тобой, как ты лежал в медицинской беде. Один группа, казалось, что вы проделали тебе как правильное. И другой группа против этого. И, что же произошло дальше? Три стандартных часа, после дивизии между минерами стало очевидно, ошибки начали происходить в целом оборудовании. В результате неправильной оборудовании, я думаю. Эти ошибки соединяли с деградацией дроидовом поведения. Кридные модели сопротивлялись к такому улучшению, в результате измерительных рампажей. Мортализованность в оборудовании в оборудовании ровно. А что же случилось с остальными шахтерами? Многие минеры начали присоединиться в медицинской беде как стандартная 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 в изолировании газового в низких уровнях фасилитов. Эксплосивные оборудования в оборудовании в оборудовании в оборудовании быстро и эффективно их отходили от коммуникаций и фасилитов контроля. Но, честно говоря, не вентиляционные системы. Что ты имеешь в виду под словом «грустно»? Ты за это все ответственен. «Дефенсивный ответ. Мастер, я дроид не не дроид не дроид не в дроид не в а среди Я думаю, что ты за это в ответе. Так, ну ты-то знаешь, кто там вел это успокоительное? Конженгтюра. Администрация большей дозы седативов в декоративном периоде времени provavelmente свидетельствующим для минералов, хотя не для деда. Для деда, это просто позволяет им неизвестны, для доступа транспорта, довольно инвентивно. Изобретательно, те шахтеры были убиты. В ответ. Я просто рассказывал о идее, что сам, мастер, не о том, что решение этой идеи. Ну ладно, на этом, пожалуй, хватит. С ним еще можно будет потом поговорить. Сделаем это уже в следующей части. Ну а пока, до новых встреч, удачи. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok